OBD2 код неисправности техническое описание, несколько включенных передач, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Mercedes-Benz, Toyota, Kia, Mitsubishi, Jeep, Chevrolet, Dodge и т.д. Несмотря на то, что в общем, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Если на вашем автомобиле сохранен код P0893, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM получил сигнал ввода данных, который указывает на одновременное включение нескольких передач в автоматической коробке передач. Модуль управления коробкой передач, TSM, может быть автономным, но чаще всего он встроен в один корпус с модулем управления двигателем ESM, это называется PSM. PSM использует входные сигналы от нескольких датчиков двигателя и трансмиссии для расчета стратегии автоматического переключения передач. Электронные переключающие соленоиды используются для прерывания потока жидкости под высоким давлением, чтобы трансмиссия могла переключать передачи, если несколько соленоидов активируются одновременно, несколько передач будут включены, и желаемое передаточное число будет невозможно достичь. Псм обнаруживает, что несколько передач. Передач автоматической коробки передач включены одновременно, может быть сохранен код P0893 и загорелась индикаторная лампа неисправности. МАЛ, какова серьезность этого кода неисправности? Сохраненный код P0893 указывает, что произошла серьезная электрическая проблема или катастрофический механический отказ. Условия, которые способствовали сохранению кода такого рода, должны быть исправлены как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P0893 могут включать, проскальзывание трансмиссии, задержка и, или резкое переключение передач, неустойчивые схемы переключения передач, сильный запах сгоревшего фрикционного материала в трансмиссионной жидкости, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причины для этого кода могут включать в себя, катастрофическое внутреннее, механическое, повреждение коробки передач, замкнутая проводка для соленоидов переключения, неисправный соленоид смещения, с неисправный PSM или ошибка программирования и какие шаги по устранению неполадок P0893. При диагностике кодов автоматической коробки передач вы должны начать с проверки того, что трансмиссионная жидкость чистая и что трансмиссия заполнена до соответствующего уровня, если уровень жидкости низкий, найдите источник утечки и устраните неисправность, заполните коробку передач рекомендуемой жидкостью и продолжайте. Если жидкость слишком темная и сильно пахнет сгоревшим фрикционным материалом, ее необходимо заменить, это может быть достигнуто путем снятия поддона трансмиссии и слива гидротрансформатора или промывки трансмиссии. В любом случае, вы захотите заменить фильтр и в это время, при снятии поддона с коробки передач соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания в него мусора. Если на сковороде относительно нет мусора, можно предположить, что муфты механически не повреждены, если в поддоне слишком много фрикционного материала и он прилип к магниту, трансмиссия потребует ремонта от квалифицированного специалиста. Для диагностики кода P0893 потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник специальной диагностической информации автомобиля. Если вы можете использовать свой источник информации о транспортном средстве для поиска бюллетеня технической поддержки, TSB, который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля, а также размер двигателя, сохраненный код, с и показанные симптомы могут дать полезную диагностическую информацию. После того, как трансмиссия будет заполнена до соответствующего уровня рекомендуемой жидкостью, перейдите к первому этапу диагностики. Шаг 1. Используйте сканер, подключенный к диагностическому разъему автомобиля, чтобы извлечь все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PSM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен. Если PSM входит в режим готовности в это время, код прерывается и может быть намного сложнее диагностировать, в этом случае условия, которые способствовали сохранению кода, могут ухудшиться, прежде чем будет поставлен точный диагноз. Шаг 2. Если код будет немедленно сброшен, следующий шаг вашей диагностики потребует от вас поиска в источнике информации о вашем автомобиле диагностических блок-схем, схем разводки разъемов, видов лицевого разъема и процедур, спецификации тестирования компонентов. Шаг 3. Используйте DVO-M для проверки напряжения на соленоидах переключения, ключ включен и двигатель выключен. Цепи соленоида переключения, как правило, состоят из постоянного источника напряжения и заземления, подаваемого PSM в соответствующее время для реализации желаемого передаточного числа. Большинство кодов включения нескольких передач вызвано катастрофическим отказом механической коробки передач. Продолжение следует...